Платоновна теперь на кинопоиске. На этой неделе произошло событие, поистине уникальное для телекомпании СВОТВ. Наш новый полнометражный документальный фильм разместили в онлайн кинотеатре на крупнейшем русскоязычном интернет-сервисе ОКИНО. Так кто же такая Платоновна и как она оказалась на кинопоиске? Расскажем прямо сейчас. Какое чудо, что меня везут в ГИИ. 20 лет я не была там. Как интересно. Я не верю, не верю, не верю, не верю. Пока не прибуду туда, где я. Наверное, до конца во все происходящее до сих пор не верим и мы. А началось все со случайного знакомства продюсера СВОТВ Натальи Луначевой с Таисией Собяниной на показе нашего предыдущего документального фильма в Красновишерске. Таисию нам сразу представили как Платоновну коменданта Дия. Конечно, стало интересно, что же это такое за Ди и почему эта женщина стала его комендантом. Чтобы выяснить все подробности, прежде чем поехать в сложнейшую экспедицию, мы отправились к Таисии в гости. Поселок Северный Колчем, где она проживает последние 20 лет. Я жила в Дим до 18,5 лет. Ну а что, колхозов нет, работы нет. Ну, пришлось сюда, у меня здесь брат, здесь Уралмаз. Поехала в отпуск, мамка больная, больная лежит. Надо ухаживать за матерью. Забираю сумочку, яночку и уехала туда на 15 лет. Все эти 15 лет на Таисии Платоновне, по сути, и держалась когда-то существовавшая самая северная деревня Чердонского района Дий. Таисия помогала всем пожилым жительницам населенного пункта, ремонтировала дома, носила с реки воду, доставляла врачей и лекарства, лечила и кастрировала скотину. Об этом в своем дневнике в 1988 году подробно напишет великий ученый-историк пермской земли Георгий Чагин. Там же он и назовет Таисию комендантом Дия. Я ни от кого не скрывалась. Я спасала везде и всех старух. Также во время первой поездки в Северный Колчем мы впервые узнали от Платоновны о колвинских колдунах, особой вере местных жителей, о том, каково было женщине с ребенком одной в тайге и о том, что в деревне Дий-то она ехать сейчас совсем не хочет и даже дважды уже отказывалась лететь туда на вертолете. Но по непонятным для самой себя причинам нам она не смогла отказать. Так мы дружной командой и отправились 30 июня 2022 года на самый север Чердонского района, даже не подозревая, насколько это будет непросто. А буквально прямо перед выездом узнали, что на реализацию этого проекта в Москве на конкурсе «Умное кино» выиграли грант от Института развития интернета. Новость быстро донеслась и до Таисии. Без пяти шесть. Без пяти шесть вам позвонили? Откуда, кто? С города, с Веселой. Ну, с Наха. У племянника, жена. Она же рано встает и знает, что я рано встаю. Говорит, ты в интернете сидишь, комендант где? Я говорю, ты любишь наврать? Нет, 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 честное слово. Верю, верю. Говорю, верю, верю, что есть. Потом Светик у меня внучка позвонила. Поддержку на организацию экспедиции нам оказала и Березняковская администрация, а в частности, молодежный культурно-досуговый центр и компания «Уралкали». Наша экспедиция должна была завершиться не позднее 6 июля. Однако обстоятельства и Диевские болота внесли в нее свои коррективы. Об этом мы подробно рассказывали в специальном репортаже о нашей поездке в первых числах августа. К счастью, все завершилось успешно, и мы, уставшие, но довольные собой, вернулись домой, чтобы приступить к следующему этапу проекта – созданию полнометражного документального фильма. Вот так вот выглядит Платоновна изнутри. 4,5 месяца потребовалось на то, чтобы создать из 614 гигабайт видео или более 3000 кадров цельную историю, которая не оставит ни одного зрителя равнодушным, заставит смеяться и плакать, удивляться и сопереживать. Впервые увидел свет наш фильм в Перми 16 ноября на специальном закрытом показе в рамках мероприятия «Краевого архива в память о Георгии Чагине». А уже 30 ноября премьера прошла в Большом зале кинотеатра «Мелодия» в Березняках. На нем присутствовала и сама Платоновна. Такие товарищи, все знакомые, да, конечно, все отошло. Но вы не пожалели, что вы с нами поедете? Чего же так пожалеете? Благодарю всем этим коллективам. Очень благодарны. Дайте вам добра, здоровья и слов нет. Теперь наш фильм продолжает свой путь. Благодаря сотрудничеству с Институтом развития интернета и победе в конкурсе, у нас появилась уникальная возможность разместить фильм на крупнейшем российском интернет-сервисе «Кинопоиск», что мы и сделали буквально пару дней назад. И точно знаем, что березняковцы уже активно смотрят наш фильм на этой платформе. А совсем скоро Платоновна, комендант Дия, появится и в соцсетях свое ТВ. Об этом мы обязательно сообщим вам дополнительно. Следите за нашими новостями. Елена Джан, Наталья Луначева. Наши новости.